Добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут Регина сегодня у нас 19 сентября 16 сентября я получила эту малышку видео о распаковочке посылки будет в подсказках ссылка на него сейчас всплывет и это бабочка ну правильнее сказать пилорик вот этот вот сорт on me a gentleman a n 6608 вот так вот она должна цвести и за эти три дня продолжил желтеть вот этот листочек но он видимо в дороге просто начал желтеть в принципе это не страшно что этот листочек желтит желтит он нижний ничего такого в этом нет больше всего меня смущает вот этот лист он как бы вроде бы не от шеи желтит желтеть начал но в то же время уже и тоже что-то происходит как-то вот листовая ткань почему-то отмирает и надо мне ее доставать и смотреть что там что там происходит с ней потому что конечно такой сорт да и любой сорт хочется загранить так она долго была в дороге она не сразу ко мне попала она сначала попала к девушке которая заказала и мы с ней договорились так что она мне сразу сразу ее отправит поэтому листочки немножечко потеряли тургор но за эти три дня листочком стало заметно лучше вот верхнем особенно вот верхнем по верхним листям это вида а вот с таким заломом это вот изначально пришел цветок к девушке вот с таким вот заломом так этот лист этот корешочек конечно наружу он весь гнилой это все будет отрезано начну начну потихонечку убирать мох конечно корни в заломах вот уже уже видно что все корни в заломах вот так вот сажают тайские гуру ну им просто все равно так сажают а потом еще советуют не доставать из мха так вот и оставить ага вот корни толком нет настолько нет и что было у попки сгнило что вот так вот весь ком сошел вот так вот запросто и попка черненькая ну вроде бы не мягкая хотя нет хотя мягковатый так вот отходит не знаю гниет не гниет не знаю непонятно так листик уже отходит этот желтенький желтенький так чешуйки от него беру ну корни какие-то есть хотя боюсь сейчас она останется без них потому что уже вот этот корень гнилой этот корень гнилой все что было у попки ну не все ну два корня гнилые их по большому счету их оставлять смысла нет если только исключительно для того чтобы орхидейке было чем держаться просто в субстрате только ради этого но для этого есть еще вот эти вот корешочки и они вроде как слава богу здоровенькие пока что и вот этот вот он он не нижний лист нижний лист из-под него я сейчас удалила ниже вот этот лист здесь тоже какое-то идет отмирание небольшое есть но оно может и не продолжится а вот этот лист прямо отмирает от шеи его сейчас я вынуждена буду конечно убрать он уже сам даже вот отходит так вроде под ним относительно все нормально вроде бы нормально не исключено конечно что на днях с этим листом произойдет то же самое и придется его тоже убрать это я не исключаю но надеюсь что гнили в шейке нет что все будет хорошо с ним так мусор это все мусор это я повторно использовать не стану и сажать буду вот прям в маленький стаканчик в кору керамзит мелкую кору вот так вот чуть-чуть вот даже чуть поглубже посажу сажу его на донышко просто накидаю несколько кусочков крупной коры вместо дренажа кора у меня от зрительницы это подарок от зрительницы из Нижнего Новгорода от Натальи кора мох у меня есть видео о распаковке посылочки от нее так что кому интересно загляните потом перейдите по ссылочке которые сейчас всплывут в подсказках и посмотрите что еще она мне дарила так добавлю уголечек немножко она о полинопсис ну или она от еды немножко как-то лежит хочется чтобы вот так вот стоял конечно так кора мелкая от другой зрительницы спасибо всем моим зрительницам вы снабжаете меня вы снабжаете меня мои орхидеи корой серамисом углем так вот под попку как раз уголь положу вместо пенопласта хотела пенопласт положить забыла его достать заранее положу уголечку вот так вот корой мухон спасибо всем всем моим зрительницам и зрителям потому что мужская аудитория тоже есть на моем канале она конечно не настолько многочисленна как женская но она есть так немножечко серамис насыплю прям чуть-чуть еще чуть-чуть с этой стороны уголечек чуть-чуть на эти вот открытые корешочки здесь можно еще коры добавить покрупнее немножечко ну не совсем крупные вот так вот слеганца потому что есть и крупные кусочки и есть вот такая вот прям совсем как бы мелкая то что остается от коры когда ее секатором нарезаешь хорошо что она тоже тут есть я это тоже люблю все все пускать в ход вот так вот корешочки оказались все укрыты чем бы его поднять бы каким-нибудь камушком подпереть что ли сейчас поищу так нашла у себя такой камушек тут к нему немножечко что-то прилипло но это не страшно вот тут вот так вот поставлю ну и заодно он будет роль груза выполнять чтобы орхидеечка не всплывала во время полива так ну и все так здесь корешочки тут видны вот они по низу видны будет видно что с ними происходит и здесь вот корешочки видны будет видно работают они будут они работать или будут пропадать и полью я ее завтра обязательно с фитоспорином сегодня 20 сентября вроде бы орхидеечка чувствует себя не хуже чем вчера и сейчас я ее буду поливать корешочки просохли естественно поливать буду с фитоспорином о том как я развожу фитоспорин в пасте у меня есть видео ссылочка на него сейчас всплывет в подсказках вот немножечко налила не доливая пару сантиметров ну можно сказать половина буквально половина емкости если емкость сантиметров 5 или вот нижняя емкость сантиметра 4 налила буквально пару сантиметров отнизу не доливая пару сантиметров к верху до верха и все теперь он у меня постоит так часик и два часика можно постоять ничего страшного пусть скоро особенно вот это вот свежая крупная кора пропитается хоть как-то потому что она еще не настолько разработанная так сильно не впитывает пока еще влагу и потом я вылью воду солью и уже следующие поливы буду ориентироваться чисто на состояние корневой системы то есть вот также вот посмотрю также если корешки но сухие несмотря на то что даже если вокруг субстрат будет слегка влажным корешки сухие я буду поливать сегодня 5 апреля прошли 6 месяцев и плюс минус две недели после пересадки этого растения адаптации далась тяжело он даже на какое-то время терял тургор но совсем недавно вот за эти шесть месяцев когда другие фаленоптизы уже успевают вырастить большой хороший домашний листик новый листочек вот этот который лезет из серединочки он выпустил совсем недавно но тургор наладился вот такие у него корешочки его уже пора заглублять с этими корешочками потому что они уже совсем длинненькие там еще растут корешульки он видно их и в горшочке тоже вот видны корешочки ой уже из горшочка уже из дренажного отверстия вылез один корешочек ну в результате результат в результате результат хороший даже можно сказать замечательный тем более учитывая то как плохо он себя чувствовал бедненький ну вот по-разному в разном состоянии приходят растения по-разному они адаптируются ну хорошо когда все заканчивается хорошо ну а я на этом на этой тоже хорошей ноте закончу свое это сегодняшнее видео подписывайтесь ко мне и на youtube канал несмотря ни на той ни на что вернее и на яндекс дзен на всякий случай и в группу вконтакте где тоже дублирую свои видео и также делаю репосты других орхидеечек других цветущих орхидеечек у пользователей соцсети вконтакте и спасибо всем кто участвует в жизни моей группы вконтакте мне это очень приятно ну и всем пока до новых встреч